Добрый день, в этом видео я вам расскажу, как установить два популярных зум-мода на One Hours One Life. Для этого вам нужно будет перейти по ссылочке, которые будут расположены под видео. Их также можно нагуглить по One Hours One Life Zoom. По поводу их разрешенности, все их используют, разработчик ничего против не имеет. Хотя некоторые из этих модов имеют некоторые достаточно хитрые моменты, которые помогают играть намного больше, чем нужно. Итак, ссылочка номер один. Старый добрый мод. Вот он, находится по ссылке GitHub on One Life. Я его использовал два года назад до сих пор. Заходите сюда, листаете вниз, ищите Latest Release и просто скачиваете файл, который нужно, на компьютер. Потом вы его разархивируете, открыть папку. Распаковать его холл, например. Вот. После чего вы заходите в свой Steam. Разумеется, установка будет под Steam. Выбираете основную игру, нажимаете управление, просмотреть локальные файлы. И, собственно, вот сюда мы все эти файлы и копируем. Кайлы, файлы. Смотрите, видите, тут основной клиент запускается с вот этого файла. One Life, да? Мы будем запускаться с... Сейчас я удалю отсюда. Сразу же удалить стороннюю. Вот. А мы будем запускаться с клиента немножко модифицированного. Именно эти модификации и реализуют этот Zoom Patch. Я беру вот эти все файлы и, собственно, их сюда копирую. С полной заменой. Сколько их тут? Вот. Теперь как мы добавляем его в Steam. Мы переходим на Steam. Нажимаем игры. Добавить стороннюю игру в мою библиотеку. Находим вот эту папочку. Обзор. Вот. Переходим сюда. Находим вот эту игру. Нажимаем открыть и добавить выбранное. Все. Она у вас появилась. One Hours. Вот она. Добавить. В избранное. Вот. Точно таким же образом. Точно таким же образом мы скачиваем второй Zoom Patch. Это так называемый Zoom Mod. Вот. Я его качаю, например. Да? Сохраняю. Он больше ничего не требует. Он прямиком сюда копируется. И я его копирую. Он у меня уже тут есть. Вот. Вот. Заменить. И точно таким же образом я его добавляю. И он у меня появляется как отдельный ярлычок. Вот тут. Чтобы я мог его запустить. Собственно, вот и все. Единственное, что могу еще показать, как они выглядят и чем отличаются. Между прочим, эти инструкции полностью есть на самом моде. Как он инсталируется. Правда, на английском. Но там по картинкам, я думаю, понятно. Первый мод дает нам вот следующие настройки. Он дает нам возможность видеть наш возраст и возможность зумить карту достаточно высоко и достаточно далеко. Тут же показывается состояние нашей матери, наше состояние и наше наследство и сколько у нас детей, могут ли они рожать и все прочее, прочее, прочее. В этом моде есть еще хоткей. Я их наизусть не помню. В инструкции все написано. Например, кнопочка, по-моему, Shift Space дает быстрое именование детей. Сразу же нажимаете Enter, Shift Space и сразу вам генерирует фразу UA и с произвольным ником. А второй мод дает вам еще больший зум, плюс в правом верхнем углу вы можете видеть ваше состояние поселения. Если нажмете H, тут всплывет достаточно широкая подсказочка, которая показывает, какие кнопочки нажимать. Плюс тут есть координаты, которые вы можете еще и забиндить определенные точки и относительно их бегать. Более того, что мне очень понравилось, то есть точные цифры возраста. То есть если в предыдущем моде вы видите только ваш возраст без десятичных, то тут в десятичных, ну и в фертильность указана буковка F. Он достаточно более читерский, плюс он подсвечивает, как вы видите, монстров, которые будут двигаться в точку их передвижения, чтобы вы туда случайно не попали. Собственно, на этом все. Пишите. Если есть какие-то вопросы, подскажу.